Потому что в нашей студии сегодня дорогой гость, мной обожаемый и любимый психотерапевт, гипнотерапевт, мастер НЛП, тренер холотропного дыхания, и который человек ещё подрос, всё знает про гипноз, Сергей Вудков Сергей Владимирович. Здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас видеть, рада вас слышать и слушать. Спасибо вам, что вы нашли время. Можно сразу исправить, да. Про гипноз всё знать невозможно. Можно узнавать всё больше и больше, но это бесконечная вещь. Вот так. Ну, я думаю, нам сегодня посчастливится хотя бы чуть-чуть приоткрыть завесу этой магии и тайны, потому что вопросы про гипноз от наших слушателей есть тоже. И вопросы, скорее всего, которые сродни мифам про этот метод. Но я так чувствую, хотя я некоторые страхи наших слушателей разделяю тоже. Спасибо вам большое, что вы сегодня в нашей студии, потому что я знаю, график у вас очень насыщенный. Не так часто вы бываете в нашем городе, как нам бы хотелось. И мероприятий очень много. И я думаю, что многие этому рады. И иногда человеку прийти на какое-то мероприятие, если даже оно бесплатное, я с этим столкнулась не так давно, когда мои знакомые мне писали и в аккаунт в Фейсбуке, и в Ацапе. И дело как раз-таки не в деньгах, чтобы прийти. И такая отмазка хорошая, да у меня там сейчас средств нет. Есть бесплатные мероприятия, которые вы проводите, где человек может прийти и задать свои вопросы, чтобы какую-то информацию получить и сделать свою жизнь лучше, интереснее, счастливее, дать себе разрешение на какие-то вещи, на которые я до этого не давал. Но почему-то люди не приходят. Может быть, это и обосновано их страхами. Вот, допустим, такие мифы про холотропное дыхание, что это очень страшно, потому что в этот момент отключается, когда ты дышишь, отключается полностью мозг, и потом сложно восстановиться. Мне мифы все перечислите, или мы будем так вот... Один за одним. Один за одним, прошу. Ну, насчет холотропного дыхания, там действительно отключается сознание на некоторое время, но не целиком, а большей частью. Потому что проблема как раз в том, что то, что мы пытаемся контролировать сознанием, оно не настолько велико, как нам бы хотелось. И как раз те установки, те ожидания, те долженствования, которые часто-часто сидят, они представляют собой проблему. И они связаны с телом. То есть есть какой-то запрет, как правило, этому запрету соответствует напряжение, зажим в определенной группе мышц в том или ином сегменте. И задача холотропного дыхания как раз отключить вот эту попытку сознания все контролировать, все делать так, как надо, позволит работать телу, чтобы снять эти телесные зажимы. И парадоксальным образом происходит некоторое разрешение внутри этих конфликтов, этих проблем, этих запретов. То есть уходят зажимы, человек на психологическом уровне получает какие-то разрешения, которых раньше не было. Вот так. То есть да, сознание отключается, но не полностью. Вот так. Как раз в этой связи есть вопрос нашего слушателя. Он просто сюда очень подходит, на мой взгляд. Он говорит о том, что в его семье была установка, нежели богатое, нечего и начинать. И он замечает за собой, что в его семье-то, в общем-то, эта фраза употребляется, но материальный достаток у них есть. И он может себе позволить что-то, но он не позволяет. Ну вот об этом и речь. Внешний мир даёт возможности, а в голове их нет. И тогда человек себе не позволяет. И, как правило, вот эти все ограничения мы получаем с детства. Потому что когда-то эти ограничения были важны в этой семейной системе. И дальше они начинают слепо передаваться с поколения в поколение, с поколения в поколение. Даже когда уже текущая ситуация давно другая, уже пора иметь другие убеждения. Но наше бессознательное бывает очень инертное, особенно семейное бессознательное, вот это родовое бессознательное. И я встречал ситуации, когда, допустим, подобное ограничение, после того, как с предками произошла какая-то ситуация, например, раскулачивание, богатство равно опасность. Это вот прям прошито в бессознательном, и оно дальше идёт с поколения в поколение, с поколения в поколение, и в третьем, в четвёртом, в пятом поколении. Вот так оно и сидит. Если с этим ничего не сделать, то всегда будет некий потолок, который человек не сможет перепрыгнуть. Быть бедным значит выжить, сохранить жизнь. Да, да, да. Вот так. Ещё есть такой вопрос, с какими проблемами нужно точно идти на холотропное дыхание, и как перестать бояться, потому что люди хотят это попробовать, но вот этот страх, то есть в голове ты хочешь, а здесь ты боишься. И можно ли прийти с таким запросом на холотропное дыхание, что я хочу перестать бояться именно его? Ну, во-первых, про нужно. Я сразу говорю, что никогда не нужно. Нет ничего нужного, это бывает полезно, полезно. А так, в принципе, человек может всю жизнь прожить со своими проблемами, закопаться в них, умереть в них. Ну, пожалуйста. У нас вроде бы более-менее свободная страна пока ещё, да? Никто не заставляет решать проблемы. Пожалуйста, живи в них. С чем полезно приходить на холотропное дыхание? То есть есть разные запросы разного уровня. Начнём с тела. Вот бывает такое, что у человека прямо ощущается, что куча зажимов, куча вот этих напряжений, тело какое-то скованное, радости в жизни нет. Ну и понятно, откуда она возьмётся, если большая часть внимания, даже бессознательно, уходит на то, чтобы эти напряжения поддерживать. Обычно это у нас в лице, в области глаз, в области рта, потому что нельзя видеть, нельзя говорить что-то в шее, на уровне горла нельзя выражать какие-то слова. Грудная клетка бывает задействована, плечи, особенно если человек носит что-то неподъёмное, ну, метафорически. Куча запретов и зажимов в руках для нашей страны очень характерны, особенно для первого, второго раза, для тех, кто приходит на холотропное дыхание, прямо видно, как руки крючат. Почему? Потому что у нас же с детства как идёт? Не лезь, не трогай, убери руки, поставь на место, тебе ещё рано, нельзя. И вот эти запреты на возможность что-то сделать, они на метафорическом уровне, на уровне тела, они связаны с возможностью двигать вообще руками. То есть у нас руки – это инструмент для того, чтобы что-то делать. Чем больше запрета в голове, тем больше этих скованностей, напряжений, тем меньше координации, прежде всего, в руках. И вот человек приходит, у него во время холотропного дыхания начинают процессы идти, и тело ищет те места, где напряжение максимальное, начинает их сбрасывать. И это очень часто я вижу, ну, прям больше, чем у половины людей, именно по рукам. У меня самого такое было, я первый раз, когда на холотропное дыхание сам пошёл, как клиент, я помню, корёжило ужасно. Но после этого у меня многие ограничения просто прошли. Прошли, я стал свободно действовать. То есть руки зашевелились, вот так. То есть первый уровень – это уровень тела. Второй уровень – это уровень, ну, чуть выше – это психосоматика. Особенно хорошо холотропное дыхание для людей, у которых неинфекционные заболевания дыхательной системы. Иногда приходят люди с бронхиальной астмой, у них хорошая ремиссия, нельзя сказать исцеление, но, по крайней мере, ремиссия бывает достаточно долгая. У кого-то снижается потребность в препаратах, у кого-то вообще она пропадает хотя бы на какое-то время. Это же большое достижение, да? Да. Вот у нас были клиенты с кожными заболеваниями, тоже было значительное облегчение после холотропного дыхания. Если человек продолжал, вот он включился в тело, понял немножко лучше, что как нужно, стал к этому прислушиваться, наступает облегчение. Вот особенно при экземе, при псориазе, такое тоже бывало после холотропного дыхания. Дальше это уровень как раз конфликтов, способностей, вот эти вот моменты, да, хочу что-то сделать, но не могу как будто запрещать себе, или постоянно раздражаюсь, или постоянно взрываюсь, или не могу за себя постоять. Когда какое-то внутреннее движение психологическое находится под запретом, или одно какое-то превалирует, вот оно на автомате, человек как робот. Это тоже холотропное дыхание позволяет как-то решить, поумерить, наоборот, добавить чего-то. Ну и третий уровень, это уровень самопознания, раскрытия способностей, потому что бывает, человек думает, о, я ничего не умею ни писать, ни рисовать, ни танцевать, ни петь. И после холотропного дыхания частенько вот эти способности просыпаются. Они всегда всю жизнь были. Опять же, это в голове сидит запрет, в детстве сказали, ну, ты у нас не художник, всё, определение личности, как в НЛПе. Обращаемся на очень высокий уровень, мы получаем потом отсутствие этих способностей поведения на всех нижележащих уровнях. Вот для таких случаев холотропное дыхание бывает очень полезно. Всё-таки во главе лежит ключевая точка это желание самого человека, потому что некоторые же не замечают, что у них не двигаются руки, они совершенно нормально с этим живут. и могут только со стороны им что-то сказать, что у тебя с руками вообще, что ты как-то странно ходишь, ну, а человека это не волнует. Ну, и есть ещё такая проблема, когда мы сами не знаем, да, в общем-то, чего мы хотим. Мы редко задаём себе этот вопрос. Вот можно прийти на холотропное дыхание с запросом, чтобы понимать всё время, чего хочешь ты сам? Это очень сложно. Можно, можно. И бывают парадоксальные результаты, когда выясняется, что оказывается многое из того, что хотел человек до этого, это не его или не её желание. Это то, что было насажено в детстве. Вот ты там вырастешь, будешь кандидатом наук, доктором наук, напишешь три монографии, будешь нас лечить, будешь нашим юристом семейным. Много же таких случаев, когда человеку навязывают какой-то путь жизненный. Человек, с одной стороны, да, я слушаю родителей, бабушек, дедушек, я хороший, со мной всё в порядке. С другой стороны, то, к чему у человека склонности не развивается, человек из-за этого страдает. То есть, холотропное дыхание позволяет прочувствовать свои желания, свои потребности лучше. И начинается там с базы, потому что база у нас какая? Опять тело. Когда и что есть, сколько? Когда спать, двигаться? Если этого человек себе не даёт, про всё остальное вообще бесполезно говорить, потому что вначале нужно научиться на более простых примерах, а потом уже идти на уровень повыше. К чему у меня склонность тема? Хочу ли я общаться с другими людьми или нет? Нравится ли мне управлять, или нравится подчиняться? Хочу я создавать новое, или мне нравится действовать по шаблону, какие-то рутинные операции делать, но зато очень точно, досконально. Сколько интересных вопросов можно задать самому семье? Конечно, конечно. И возвращаясь к страху, естественно, человек привыкает к какому-то образу жизни, к какому-то состоянию. Как говорила Вирджиния Сатир, одна из выдающихся семейных психотерапевтов, она как-то шутила, она говорит, кажется, что самый сильный инстинкт у человека, это даже не половой инстинкт, а инстинкт делать всё по привычке. Вот так. То, что касается страхов, это вот действительно некая инерция системы, внутренние системы, системы мышления, чувств, телесных ощущений, внешние социальные системы, окружение, которое останавливает. Зачем тебе это надо? Ты, наверное, в секту пошла, да? Что-то с тобой не так, ты какая-то не такая. Ну, конечно, не такая. Если человек меняется, все же вокруг тоже должны к этому приспособиться, перестроиться. А на это не все готовы, поэтому пытаются человека остановить. И здесь нет другого пути, кроме как либо идёшь, либо нет. Если не идёшь, ну, бойся дальше. Вот так. Живи дальше в той ситуации, которая есть. Может быть, ты с ней даже смиришься когда-нибудь. Если не устраивать, сделай что-нибудь. Вот как с плаванием. Невозможно научиться плавать, пока не залезешь в воду. Вот всё, что угодно. Можно сто книг прочитать, можно просмотреть кучу видеофильмов, делать все эти упражнения. Но ты либо в воду лезешь, либо нет. И всё. Наверное, холотроп – это такая возможность вступить в диалог и с самим собой, со своим телом, дать внимание наконец-то, да? Потому что, может быть, оно как-то и семафорит этими бездвижными руками или плохо двигающимися ногами или какими-то болезнями, потому что ты на него не смотришь, ты его не слышишь. Конечно. И только стоит услышать, и оно всё тебе расскажет. А про НЛП есть ещё такие вопросы или убеждения людей, которые заставляют их обходить этот метод. Что НЛП – это такое обучение манипуляциям людьми. И вот я хочу как-то по-другому с людьми общаться, не хочу манипулировать, не хочу быть плохим, а хочу быть таким хорошим, относиться… Все же люди добрые. Да, да, да. Говорить спонтанно из момента, выражать свои чувства непосредственно и так далее. Но, как говорят, если вы не занимаетесь политикой, политика занимается вами всё равно. В НЛП точно так же. Вообще манипуляция – это что такое? Манипула – латинское слово. Рука, кисть руки. Это раньше манипуляция, это слово означало просто искусное действие руками в какой-то ремесленной области. То есть манипуляция – это просто воздействие. Мы всё равно друг на друга действуем. Вопрос в том, а, насколько осознанно, то есть мы понимаем, чего хотим, понимаем, чего хочет наш партнёр, собеседник, группа людей, с которыми мы общаемся. И б, насколько это изящно происходит. Поэтому я считаю, что вопрос манипуляции, он, наверное, искусственно раздутый. Может быть, это заговор против НЛП, может быть, это просто банальное нежелание чьё-то. Но на самом деле, либо вы умеете влиять, либо вы умеете распознавать, как на вас влияют, где-то это останавливать, либо тогда вы не знаете, что попали в руки профессионалов, и вами крутят, как хотят. Вот и всё. Поэтому НЛП, да, там есть моменты, которые можно с точки зрения такой классической психологии назвать манипулятивными. Но, как говорит один из моих учителей, Юрий Чикчулин, первое, вот если вы хотите защищаться от манипуляций, первое, что нужно сделать, это научиться их распознавать. Потому что как только распознаёшь, это на тебя уже не работает. Ты можешь это отслеживать, и внутри посмеяться. Ха-ха, так, я понимаю, что ты сейчас делаешь. Если ты не распознаёшь, конечно, это работает. Хотя бы даже для этих целей. Просто чтобы себя как-то обезопасить, вооружить. Хотя ещё одно убеждение, правда, лишь, что в основном НЛП всё-таки нужен метод для руководителей, для психологов. Ну и обычным людям это не так нужно. Как говорила Вирджиния Сатир, когда у неё спросили, кому нужна семейная психотерапия, она сказала, ну, знаете, всем, у кого когда-либо была, есть или, может быть, будет семья. Вот НЛП точно так же. Всем, кто когда-либо общался, общается или планирует общаться с другими людьми, хотя бы для этого. Прежде всего НЛП полезна тем, кто много общается. Кто у нас много общается? Родители, чтобы выстраивать контакт с ребёнком, чтобы понимать, в чём уникальность именно твоего ребёнка, чтобы замечать это, чтобы знать какие-то основные паттерны, которые есть в возрасте трёх лет, пяти лет, семи, десяти, четырнадцати, как выстраивать нормальную коммуникацию, чтобы, с одной стороны, вот вовремя поливать, ну, ребёнок, это же как растение, его надо поливать, а с другой стороны, не тянуть его там, давай расти быстрее, чтобы отношения были дружелюбными. Второе. Для тех, кто продаёт что-то, потому что продажа, это всегда контакт, нужно понять, чего хочет человек, куда смотрит, какие есть возражения, это иногда видно по лицу, чтобы уметь это обрабатывать, врачам, преподавателям, супругам, которым постоянно приходится о чём-то договариваться, семейный цикл, он же бесконечный, сегодня одно, завтра другое, стадии семейного цикла, они постоянно идут, одна в другую, одна в другую, договорились, можем пройти какой-то кризис лучше, нормативные кризисы, это не то, что бывает, они есть по определению, не запланированы в этой системе, те, кто могут понимать других, понимать себя, могут более-менее ясно, внятно доносить свои мысли, конечно, живут более легко, более спокойно, чем те, кто этого не могут, вот так. Если подвести черту, всем полезно НЛП. И вот вы сказали, что родителям, родителям больше всего общаются, так они, наверное, в большинстве с твоим и не общаются, потому что они не умеют, не знаю, как трудно общаться со своим ребёнком, как раз-таки бы знания НЛП очень бы облегчили. Ну, конечно, конечно. У нас времени остаётся не так много до конца эфира, я, может быть, страшилки про гипноз уберу. Давайте. Давайте, может быть, мы к вопросам слушателей, потому что их много, я думаю, что мы даже за сегодняшний эфир не успеем. Значит, вопрос мужчина, 33 года ему, он спрашивает, вся жизнь его, это виртуальный мир, соцсети и сайты знакомств. В реале у него отношений нет и не было, и он их не хочет. Так и хочется добавить, и не будет, если он так продолжит. Да. Ну, серьёзно, вот эта ситуация такая, которая показывает, что развитие ситуации идёт вот так. зачем-то он спрашивает, он говорит, что всё-таки иногда мне тяжело, и нужно ли что-то с этим делать? Не нужно, но можно. Разные ситуации. Если его это допечёт, обычно в психотерапии, в консультировании люди приходят тогда, когда уже проблему там вот колют. это не только у нас, это во всём мире так, что пока есть острая проблема, человек готов решать. Пока она терпима, человек сидит на месте. Может быть, пусть он дождётся обострения, когда станет совсем плохо. Боюсь, что тогда будет поздно, ему будет уже 60 или 70 лет, и тогда шансы построить какие-то отношения намного меньше, чем сейчас. Вот так. Решать ему. Понятно. Женщина 50 лет. Ситуация такая, цитирую, «У меня пожилая мама, живём мы вместе, личной жизни для мамы нет, то есть я её прячу. Хочу всё-таки переехать к своему мужчине, но страшно даже сказать об этом маме, потому что она реагирует болезненно, и как маленький ребёнок никуда не отпускает, но сама женщина уже не выдерживает вот такого контекста». Сложные вопросы. Это тоже, наверное, вопрос на личную терапию. Почему? Почему эта женщина настолько привязана к маме? Каким таким образом мама её умудряется удерживать возле себя и не разрешать? Почему мама конкурирует с мужчиной, хотя у нас же предусмотрено так, что дети вырастают, отделяются, сохраняют эмоциональную связь с детьми, образуют свои отношения, у них появляются свои дети? Почему мама пытается конкурировать с нормальным ходом вещей? То есть там много-много вопросов, при этом, наверное, на этой девушке нужен какой-то ресурс, чтобы набраться смелости и сказать, что «Извини, у меня своя судьба, своя жизнь, и даже если ты чего-то не одобришь, я буду поступать так, как считаю нужным». Даже если будут какие-то ошибки, а возможно так, что у мамы были какие-то ошибки, она пытается уберечь от этого дочь, но невозможно уберечь от всех ошибок, а иногда, пытаясь уберечь, мы закрываем вообще все пути. что «Нет, лучше так не делай, это вообще плохо, отношения это ужасно, ничего хорошего из этого не выходит, лучше сиди дома». То есть ей полезно выбраться из этого плена ограничений. Как она это сделает, это другой вопрос. Нам нужно больше деталей, больше информации. Но ситуация благоприятная, потому что вопрос, она уже не выдерживает, она вот уже где-то на грани. Это как раз хорошее время, чтобы собраться с силами, с духом и что-то поменять более-менее решительно. Сразу упреждаю вопрос, а мама будет болеть, у неё будет приступ, родители выдерживают. Вот так. Потому что они старше, потому что они родители. Потому что они родители, потому что они опытные, да. Обычно это всего лишь такая страшилка, что я буду болеть, если ты выдерживаешь. Идите на НЛП и научитесь манипулировать своей мамой, так, чтобы это было безболезно для вас. Да хотя бы выстраивать более прямую коммуникацию, да. Женщина 38 лет. Какие есть варианты, есть ли они вообще, восстановить отношения с человеком? Это может друг или партнёр, она не уточняет, или подруга. Есть ли уже в этих отношениях произошло между нами предательство, обман, лицемерие? И вообще, насколько возможно начать с чистого листа? Потому что она говорит, что иногда мне сложно, я хотя бы хочу продолжить отношения, видеть человека, который меня простил, но глядя на него, я вспоминаю о каких-то негативных проявлениях своих и поступках, которые меня не украшают. Такое бремя незаслуженного прощения, да, то есть чувство вины есть, а вроде бы другой человек так великодушно разрешил, ну ладно, там это незначимо. Что сделать? Мне кажется, есть смысл каким-то образом искупить вину, если она действительно чувствует себя виноватой. По отношению к этому человеку, по отношению к человечеству, вообще не важно, чтобы хоть как-то загладить это. А как это сделать? Нужно спросить напрямую, чем я могу искупить свою вину? Спросить напрямую, сделать какой-то жест. Я думаю, что эту вину никогда до конца не удастся искупить, но будет меньше остаток, и тогда это будет хорошим напоминанием о том, как она в будущем может меньше ошибаться именно в подобных ситуациях. Это раз. Второе. Нужно ли тогда отношения поддерживать и сохранять? Тоже вопрос. А зачем? Их можно просто так, если это друг, если это какое-то время уже мы вместе, и всё-таки человеком дорожишь, но просто не очень комфортно. Ну, разная ситуация. Иногда бывает накоплено столько, что смысла нет продолжать. Иногда бывает, что можно как-то это похоронить, разобраться, пережить, искупить и идти дальше. То есть вопрос всегда зачем? То есть какую цель мы преследуем? Что будет дальше? Не получится ли так, что теперь из чувства вины я буду хороший? И это опять обременение на партнёра. Партнёр начинает чувствовать себя, как бы это сказать, выше на ступеньку, получается превосходство. И вот эта вот вся динамика идёт, 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 она будет бесконечна. Потом опять ты слишком хороший, я сейчас, а я такой плохой, ну ладно, сделаю ещё хуже. Понимаете? Зачем эти циклы? Тогда ей нужно самой спросить себя, мне нужны эти отношения? Если нужны, я готова в них оставаться? Хочу ли. А, хочу ли. Хочу ли я этих отношений? Хочу ли, да. С этим человеком конкретно? Да. Если хочу, то на каких условиях? Опять же, об этом можно разговаривать, договариваться, разбираться, что происходит, какая динамика, откуда берутся чувства, в связи с чем. Вот так. да, хочу ли, хочу ли, хочу ли. Хочу ли. 16 лет, девушка. Я боюсь делать выбор вообще любой. Предпочитаю вообще его не делать и, разумеется, живу обособленно, ограничиваю себя во всём. И мне страшно, что я ошибусь и буду плохой. Вот опять же, да, это отголоски воспитания, что уровень поведения, ошибка, мы должны ошибаться так или иначе, когда делаем что-то. Взрослые люди ошибаются не раз. Но в детстве, видимо, связали, что если ты ошибаешься, ты плохая. Важно, чтобы она прежде всего в своей голове разделила. Да, я ошиблась, при этом это не имеет никакого отношения ко мне. Наоборот, я как личность, может быть, хорошая, я стремлюсь к чему-то новому, а ошибки – это просто часть пути. Это первое. Второе. Она всё равно делает выбор, только этот выбор получается у неё такой автоматический. Она выбирает не выбирать. Так или иначе, она всё равно решает. Это тоже и важно осознавать. Если она хочет научиться выбирать более легко и свободно, я бы предложил вот вместе с этими двумя пунктами, которые она понимает, третье – прямо специально начинать с маленьких незначимых вещей в жизни. Что я выберу сегодня? Надену вот эти ботинки или вот эти? Специально. Пусть я сделаю неправильный выбор, но я буду целый день ходить в этой обуви, в этой одежде. Что я буду есть? Вот это или вот это? Выберу. Пусть ни мама решит, ни папа, ни потому, что это есть в холодильнике. Я себя спрошу, чего хочу. Пусть, может быть, ошибусь, это будет невкусно или несытно, но, по крайней мере, я выбираю. Вот так. Одним файлом уже меньше. Одним меньше, да. То есть, начинать тренироваться на каких-то маленьких-маленьких кусочках, и тогда эта стратегия закладывается, что, оказывается, я могу выбирать, я могу ошибаться, я могу исправлять ошибки, значит, и в более крупных делах я тоже могу выбирать. Вот так. Спасибо огромное. У нас опять остается огромное количество вопросов, и совершенно практически не остается времени. Вот 3-4 минуты осталось. Ну, последний вопрос, может быть, я задам, потому что в преддверии 14 февраля и День всех влюбленных. Вопрос такой, как сохранить супружеские отношения, потому что огромный соблазн их разорвать, потому что перестал в них получать удовольствие. Но все-таки жаль рвать, потому что это семья, и потому что есть дети, и другие ценности, в общем-то, совпадают, но удовольствия нет, и нет каких-то интимных радостей. Есть очень хороший формат, он называется переоценка отношений. Он достаточно долгий и тем не менее полезный, когда человек заново оценивает всю историю, которая была, историю отношений, откуда они пошли, что было хорошего, оценивает, ну, так по-простому, весь негатив, который был, сравнивает это, делает проекции, как мы можем пойти дальше, можем ли мы договориться о чем-то, сколько я попыток еще себе готов дать или готова дать, будет ли лучше, чего я точно не получу, и делает более-менее взвешенный выбор, а не эмоциональный, что, ой, уже надоело, но с другой стороны, я же как привязан, и дети есть, непростой формат, но очень полезный, который учитывает много-много таких моментов. По-взрослому подойти к этому, не капризничать, что, чего-то мне не хватает. Да, вот так. Возможно, отношения можно спасти, сделать их дружелюбными, насыщенными эмоциями, так, чтобы удовольствие было. Спасибо большое, Сергей Владимирович. Я...